Откуда тогда цифра в 1 миллиард? Вот есть известная теория золотого миллиарда. Юрий Васильевич, может, Вы ответите на этот вопрос? Ну, эта теория связана с тем, что мир делят на так называемые развитые страны и отсталые развивающиеся страны, там страны третьего мира. И в этом плане потребление ресурсов планеты со стороны стран развитого мира, особенно таких лидерских, конечно, капиталистических стран, как США, Евросоюз, они на порядке превышают то потребление, которое есть в так называемых отсталых странах. И поэтому, по большому счету, мы видим, что, безусловно, ресурсы концентрируются в этих странах условного золотого миллиарда, потому что никакого, естественно, правового или международного определения этого золотого миллиарда не существует. Это очень условное название. Но, по большому счету, здесь и возникает вопрос, на самом деле, что такое 8 миллиардов, хорошо это или плохо, что это значит. Во-первых, 7 миллиардов было, примерно 10 лет назад пересеклось, уже все здесь присутствующие активно жили в это время. Наверное, никто ничего не заметил, ничего не произошло. То есть прошел год после того, как 7 миллиардов, 2 года, 10 лет, но, по большому счету, ничего критического не изменилось. А вот кто запускает эти страшилки по поводу того, что перенаселение, что земля уже не может выдержать это количество населения. Мы говорили до этого про 4 миллиарда. Римский клуб уже говорил, что в 15-м году, в 1972 году в докладе «Пределы роста», что, соответственно, в 2015 году уже наступит коллапс с точки зрения нехватки ресурсов. Потом была запущена так называемая климатическая повестка, что людей все больше и больше выделяет все больше ЦО и метана, и, соответственно, это приводит якобы к потеплению планеты, и планета с этой точки зрения уже не сможет дальше существовать. На мой взгляд, все это несерьезно, потому что на самом деле то, что происходит в мире сегодня с демографией, можно определить как демографическая зима. Как это не парадоксально? Потому что за этим ростом населения, который будет примерно до 2070-го, или даже отдельные исследования говорят всего до 2050-го года, а становится там 10-12 миллиардов, главный процесс базовый, что падает детность, то есть семья во всем мире, даже в самых сегодня отсталых странах, становится все более и более малодетной. И вот эта демографическая зима, это и есть реальные угрозы, чума малодетности, как я называю. А, соответственно, вот эти страшилки, они запускаются в интересах условного, это очень условно, золотого миллиарда, которому важно, чтобы все ресурсы максимум подтянуть к себе, а остальные страны обвинять в том, что у вас много населения, вы наши ресурсы потребляете, ну, как вам не стыдно, это плохо, вплоть до того, что ведь у нас были программы, соответственно, полвека начинавшиеся назад, программы не просто планирования семьи с сокращением рождаемости, да, а программы до стерилизации мужчин и женщин, до стерилизации, вы можете представить, по сути, под разными там где-то благовидными, где-то практически насильственно-репрессивными формами, ну и, наконец, у нас есть опыт Китая, трагический опыт, ведь сегодня КПК хочет трехдетную семью уже, говорить, давайте, давайте трое детей в семье, так уже никто не рожает, все уже привыкли, одна семья, один ребенок, поэтому демографическая зима, и это есть ключ к нынешней ситуации. А, Юрий Васильевич, вот как раз-таки миллиард, да, населения на планете проживал в 1804 году, то есть рост, именно вот этот скачок, он произошел за 200 лет, то есть плюс 7 миллиардов. С чем вообще такой резкий скачок, он был связан, это с каким-то развитием в плане, как считаете? К вам вопрос, да, Юрий Васильевич? Ко мне, да? А, извините, я не понял. Вы знаете, понятно, что, еще раз повторяю, что, с одной стороны, весь процесс до сих пор, он уже не просто изучен, он факт, то есть одно дело прогноз, а другое, которые могут не сбываться и часто не сбываются, другое дело факт. Мы видим резкое снижение смертности в мире, последние полвека особенно значительное. Ну, вот смотрите, например, детская смертность до 5 лет с 90-го года за 30 лет вообще упала в два раза при росте населения. То есть, условно, 12 миллионов в год, сегодня 5 миллионов в год до 5 лет детская смертность на всей земле, планете, при том, что население выросло фактически на 2 миллиарда, понимаете? То есть, в этом смысле огромные успехи медицины, огромные успехи современных медицинских, фармакологических технологий, ну, условно, там, как начиная с 40-х годов, с изобретения пенициллина, потом дальше, соответственно, вакцины, которые ряд традиционных заболеваний резко снизили. То есть, смертность падает, рождаемость часто остается на том же уровне или снижается гораздо медленнее, но, еще раз говорю, это предыдущее, это то, что нам наследие, поэтому население растет и еще будет расти примерно вот 40-50 лет. Но это, как бы, вторичный процесс, потому что он уже закончился. Основной процесс падает детность. Даже в Нигерии, где цифра для нас, в России, где полуторадетная семья доминирует, цифра 5 детей на семью, кажется, ну, огромной. Но 30 лет назад она была 7 детей на семью. И никто сегодня, очень много исследований, прогнозов говорит, что уже через 20 лет в Нигерии будет ситуация, похожая на нашу. То есть, фактически, связанная с исчезновением населения, с вымиранием. Как у нас, к концу столетия, если мы ничего не предпримем, а я уверен, мы предпримем, и президент Путин говорит, что у нас должна быть нормой трехдетная семья, абсолютно правильно. И в этом смысле мы должны предпримем, но если мы ничего не предпримем, нас останется половина. В Нигерии ситуация отложенная, но примерно тоже падает рождаемость, и ситуация будет такой. Поэтому, почему идет рост населения, понятно, но это уже вторичный процесс, он уже, по сути, прекращается. Это неинтересно во всех отношениях, от научного до политика геоэкономического. А вот что делать с разрушающей семьей и с низкой детностью, это всемирно-историческая проблема, ответ на которую в полной мере не знает никто. То есть, получается, то, что есть страны, где грозит перенаселение, да, а есть страны, где рождаемость, наоборот, падает. Вот вопрос Альберта Рауфович Квам. Рождаемость падает везде, во всех странах. Но все-таки, Юрий Васильевич, а вы как считаете вообще, чем грозит общее старение населения, и как это будет в цифрах выглядеть по статистике? Понимаете, термин «старение населения», на мой взгляд, он очень лукавый и во многом придуман для того, чтобы скрыть, собственно, а чем вызвано это старение населения? А тем, что молодежи все меньше и меньше, если говорить по-простому, то есть рождает все меньше и меньше детей. Поэтому проблему надо обсуждать не старение населения, иначе мы так скажем, вообще эти пенсионеры нам на шею сядут и так далее. И уже тут какие-то межпоколенческие войны можно представить. Да дело-то не в этом, а дело в том, что мало рождается детей. А в нашей стране, где у нас, еще раз говорю, доминирует полуторадетная семья, и не важно, что в Италии еще хуже, там одна и целых два десятых, условно, семья, значит, в Японии там один и два, в Южной Корее один-один-один, в Китае тоже хуже и так далее. Здорово все, но нас-то интересовать должна Россия, и я считаю, что вот все разговоры о перенаселении, они вообще сами по себе немножко, ну, у меня лично отрыв вызывают. То есть в стране, у нас в 1964 году, когда, казалось бы, все было благополучно, война закончилась, впереди Брежневский, так сказать, благополучный период, вообще все хорошо, да? А мы, как страна, прекратили воспроизводиться. У нас суммарный коэффициент рождаемости в 1964 году стал меньше 2,15, необходимых для простого только воспроизводства. С 92-го года, с известных реформ, да, Гайдара, у нас, и это связано, но не абсолютно, потому что это все равно идет значительно раньше, все началось. У нас открытое уже невоспроизводство, ну, прошу прощения, слово, которое демографы употребляют, и вымирание, потому что рождает все меньше и меньше. При полуторадетной семье, я согласен, и абсолютно то, что говорит Альберт Рауфович, что это не запрограммированный процесс, неоднозначный, и мы должны вздрогнуть, я уверен, да, как страна. Но, если все-таки брать как прогноз при этой полутора, где-то семи, это чистая математика, не даст соврать представитель математики, то нас будет половина. Понимаете? То есть, поэтому ситуация в чем? Ситуация не в том, что стареет население, а в том, что мало рождается детей. Иначе мы можем куда-то вывернуть. Знаете, вот в 2006 году один очень известный демограф, его спросили, вот вообще, какая главная проблема на Земле? Он говорит, российский демограф говорит, перенаселение планеты, вот все рухнет, все туда. А через два вопроса ему, кстати, в «Известии» было это интервью, между прочим, ему задают вопрос, а вот в России уменьшается население, низкая рождаемость, да? Он говорит, ну да, в принципе, можно сказать, что вымирание России – это наш вклад в решение проблемы перенаселения Земли. Понимаете? Ну, можно и так повернуть, в принципе. Наш вклад, итальянцев, японцев, мы, так сказать, стараемся, чтобы не допустить этого страшного перенаселения. Но, как Евгений Борисович очень точно сказал, вот эти страшилки все, при всех этих огромных цифрах, они не увязываются автоматически с ресурсами. Я уж не говорю про научный прогресс, про все остальное. Но и главное, мне кажется, основной вопрос, который нам нужно решать, по-любому, понимаете, как нам, вот еще раз, как нации, как нам выйти на трех-четырехдетную семью как норму? Я повторяю, в 2012 год послание Федеральному собранию Владимир Владимирович Путин, уйдя от текста федерального послания, он говорит, ну, с моей точки зрения, нормой в России должна стать трехдетная семья. В прошлом году Путин говорит, нормой в России, вообще многодетная семья – это наша национальная идея. Вот ключевой пункт. А мы все переживаем, что пенсионеры нас обкрадут, там объедят и еще что-нибудь. Скажите, вообще, какая сейчас цифра средней продолжительности жизни мужчин и женщин в России? Ну, она, условно, 72 года, там, с ковид ее серьезно опустил, сейчас она 72 года, но эта цифра, по сути, к сожалению, пока ненамного преодолела 91-й год. А мир весь средний ушел на 6 лет вперед. То есть нам, мы просто тут, ну, задержались еще в 91-м году, понимаете? Поэтому тут как бы вроде здорово, что вот ковид уже до 70-ти упал и так далее. Но у нас мужчины 8 лет, там, ну, разные оценки есть, 8 лет разница с женской продолжительностью жизни. У нас сегодня 65 лет мужчины выходят на пенсию, и в среднем там 68-67, понимаете? Поэтому вот проблемы, это не проблемы. Вот, например, представьте, у нас старение проблемы, да? Ну, какая же проблема, 65 вышел на пенсию, а 68 продолжительность жизни. Какая же тут проблема-то? Все, наоборот, нет проблем, красота. Поэтому мы должны исходить из нашей ситуации, и тем более перенаселение, вот это еще раз, прошу прощения, повторю, лучшие демографы мира уже просто обсуждают демографическую зиму. Все равно уже, вот через 7 лет, общий мировой средний суммарный коэффициент рождаемости будет как раз вот эти 2,15, и, по сути, ну, условно, там, 32-й год, максимум 33, будет то же самое, что у нас в РСФСР тогда, да, в 64-м году прекратилось простое воспроизводство. В мире прекратится простое воспроизводство. Вот проблема. Одновременно же в этом прогнозе говорится о том, что Нечерноземье, ныне сегодня опустевшее, оно станет, по сути, Кубанью. Да, конечно, конечно. Поэтому, а в Нечерноземье, не будем забывать, только пахотных земель, 20 миллионов гектаров, у нас не обрабатывает, зарастает лес. Поэтому нам и потепление все в плюс, нам все в плюс, только рожать надо. Ну, не то, что в плюс, оно может быть нам в меньший минус, чем другим странам, тут плюс-то все-таки вряд ли, все люди хотят жить, наверное, там, где родились, но вы совершенно правы. То есть этот прогноз совершенно не является какой-то страшилкой, но это является предупреждением, вы, так сказать, передвигайте в нужном направлении. А сельскохозяйственных земля стоит безумно много заброшенных, конечно, больше на севере, но тем не менее, то есть, так сказать, вопрос о дефиците земли просто не стоит. Да, я поддержал бы Евгения Борисовича, потому что, на мой взгляд, мы имеем дело просто с другой формой урбанизации. Я ее называю ландшафтно-усадебной, иногда добавляю малоэтажной урбанизации, но это урбанизация, то есть это не возвращение в какие-то абстрактные такие сельские поселения старого какого-то типа, разница между городом и деревней и так далее. Это первый момент. И в этом плане, вот Альберт Рауфович, он дипломатичный, как руководитель очень нашего выдающегося научного учреждения, представления РАН. А я скажу все-таки более политический тезис, потому что вопрос не только в трендах, а вопрос в том, что мы хотим как страна, в том числе рождаемость, конечно, в гигаполисах и даже в мегаполисах, она маловероятна. Увеличение ее, создание, восстановление неотрадиционной семьи с тремя-четырьмя детьми и так далее. Поэтому нам дело даже не только, что есть наметивший тренд, что очень точно отметил Альберт Рауфович, но здесь важно то, какую мы политически зададим урбанизацию. И, конечно, нам с огромными пространствами надо уходить от доминирования сегодня, я бы сказал, второразрядной и для стран третьего мира, вот этой мегаполисной унылой урбанизации, где мы все в скворечнике собираемся на 30 этаж, в студии на 18 квадратных метров. Поэтому надо от этого уходить, надо запускать другой, это вопрос тоже государственной политики. Поэтому семья из трех-четырех детей как цель, под нее другая ландшафтно-усадебная урбанизация, это то, что необходимо, жизни необходимо сегодня стране. Можно я поддержу, Илья Васильевич, конкретным примером. Вот мы думаем, что в Америке всегда жили таким образом жизни, как сейчас, то есть дом в пригороде и так далее. На самом деле это был проект, реализованный американским правительством при поддержке автомобильной и строительной индустрии после Второй мировой войны. У них у всех были свои интересы, например, автомобилисты хотели, чтобы каждый взрослый имел автомобиль, а до войны была одна машина на семью, им просто нужно было спрос создавать. И в результате они проинвестировали государство большие средства в создание этих собарбов, пригородов, и туда переехало много народа, и это стало американской мечтой. И сразу начался бэби-бум, сразу резко повысилась рождаемость, и появилась вот действительно более такая вот сложная семья, что это действительно следствие комфортных жилищных условий. А что делать дальше для России? Ну у нас два ключевых вопроса, да, кто виноват и что делать? Вот что сделать для России, чтобы ее не было через какое-то время, как вы отметили, в половину меньше? Ну понятно, что делать, потому что основа, даже не рождаемость, потому что рождаемость она не существует в вакууме, основа восстановления полноценной российской семьи с папой, мамой, а не сегодня как треть всех семей минимум, формально реально больше, это мамы-одиночки, неполные семьи и так далее. Поэтому национальный проект, главный номер один, это новая неотрадиционная русская в широком смысле семья с тремя-четырьмя детьми, и чтобы первородители могли еще понянчить своих правнуков, то есть продолжительность жизни, как в развитых странах мира, порядка 80 лет, чтобы потетешкать могли своих, соответственно, правнуков. Поэтому вот проект заключается в этом. И я очень рад, что президент страны, он этот проект и предлагает. Вот что делают чиновники наши и как они управляют, это уже непонятно. А президент за трехдетную семью. Давайте такой завершающий вопрос. Если все будет так, как будем развивать эту программу по рождаемости, то какой у нас сулит прогнозы, может быть, в России, не в мире, к населению? Нет, у нас в России... Нам нужно сохранить вот эти 150, условно, миллионов. Но я вообще считаю, что правильная, такая немножко, может быть, кажется, экстравагантная идея, на 22 век это русский миллиард. Почему? Ну, русский миллиард условно, то есть речь идет не про 999 миллионов, пусть это будет 500 миллионов, 600, но мы вступили в ситуацию конкуренции глобальных миллиардных цивилизаций. Про Китай, Индию я даже не обсуждаю, понятно, да? Нигерия станет, как Китай к тому времени, Нигерия будет 700-800 миллионов в конце столетия. В Китае, в Африке, как уже Альберт Рауф подчеркнул, там будет более 4 миллиардов человек и минимум 3 цивилизационных ядра миллиардных. То есть мы, исламский мир, порядка миллиарда, и бироамериканский, то есть мы живем в ситуации не конкуренции в таком глупом смысле, но соревнования миллиардных цивилизаций. Поэтому нужно идти к русскому миллиарду, и в 22 веке это вполне возможно. На этой ноте мы завершаем наше обсуждение.